здравствуйте я ксения лазебная вы на канале бегетон тв мы рассказываем сегодня про два стартапа которые развивают технологии в спортивной и медицинской сфере они занимаются разработкой гаджетов трекеров мониторинга состоянии организма состояния здоровья что у них общего чем разница надеюсь будет интересно всем кто следит за своим здоровьем или задумывается об этом с нами сегодня илья и дмитрий я расскажите в двух словах пожалуйста что у вас за проект наш проект занимается тем что он предоставляет скажем так такую небольшую спортивную лабораторию в кармане вашем телефоне который позволяет в первую очередь сделать оценку вашего состояния текущего во вторых сделать какое-то функциональное тестирование но определиться скажем так ваш физиологические особенности для спорта до или для фитнеса третье направление это у нас оценка состояния но в режиме реального времени да то есть вы бежите тяжело вам или плохо собственно приложение это все показывает то есть на данный момент это наверно больше под тренера закон заточено да а если говорим пользователя то нейронные сети которые будут ну более скажем так плотно используются в проекте они скажем будут отчасти заменять тренера то есть они будут говорить что человек сделал замер да ему говорят так сегодня отдыхаешь либо бегаешь быстро либо бегаешь медленно то есть мы оцениваем не количество а качество работы сердца ну и совсем упростить вот и на основе этих данных наш алгоритм позволяет сделать определенные выводы да ну наверно как бы сказать что у нас общего да мы как бы оба работаем с сердцем дим скажите а ваш проект помимо того что он близок потому что вы тоже занимаетесь неким трекингом да правильно я называю трекинг айки бит называется наш проект во первых он не только софтверную в себе составляющую содержит то есть программное обеспечение но и хардвер то есть мы сами делаем вот это вот компьютерное железо сами сенсоры при помощи которых собираем данные о здоровье человека мы собираем первую очередь эггэ электрокардиограмму человека это довольно старая технология которая изучалась еще там в конце 19 века эндховен получил в 1924 году за эту нобелевскую премию но сейчас технологии именно в хардверной части доходят до такого уровня что устройства становятся миниатюрными именно поэтому мы все сейчас вот получили такие наручные датчики сердечного ритма так называемые да пи пи джи которые там лучиком лазером таким снимают с кожи каким-то магическим образом технология и кубит чем примечательно мы снимаем кг медицинского класса гораздо более серьезный уровень чем вот датчики или даже нагрудные датчики сердечного ритма до который использует триатлеты или бегуны и сейчас мы подходим к тому этапу когда у айкебита будут пилотные проекты и мы с ильей уже обсуждали что возможно попробовать применить технологии софтверные оркора для того чтобы показать какую-то новую там ценность клиенту если им это понравится почему нет недавно было диалог с теми кто разрабатывает с конкурентами нам нельзя конкурировать нам надо как бы совместно работать я сказал да и ну как бы я и рассказываю даже про ваш продукт потому что мы занимаемся технологиями да и одна из проблем это внедрение ну технологии потому что первую очередь мы сталкиваемся с каким-то недоверием да то есть как бы мне кажется не знаю как у димы да но но относительно там тренеров там или кого-то еще спортсменов всегда возникает такой момент типа действительно это работает или какая-то ерунда ополняешь ребята вот как бы это работает есть несколько вариантов одно приложение другое было кто сейчас более-менее начинает так развиваться ну они находят наверно на пару шагов впереди да потому что у них есть уже готовые приложения это энжи есть еще в элтере но они вроде как бы чуть так это подустали мне кажется немножко то есть таких приложений на самом деле много то есть просто у нас как бы свой алгоритм он уникальный который позволяет в режиме реального времени также оценивать состояние ну и плюс есть свои какие-то научные публикации на эту тематику дима есть какой-то аналог вашей разработки да безусловно есть конкуренты но не в россии это классная новость в россии практически ничего подобного нет у нас глубокая медицинская направленность датчики сердечного ритма нагрудные напульсные как правило дают одно отведение кг медицине понятие отведения это очень важная штука люди часто путают это с количеством электродов то есть точек съема данных это совершенно не так одно отведение говорит о том что ты видишь одну плоскость работы сердца таких отведения кг может быть там 12 иногда даже больше и вот медицинский уровень это нужно хотя бы три мы даем 6 и это позволяет судить о достаточно большом количестве отклонений таких как тахикардия бродикардия блоки на уровне там левого желудочка или правого предсердия инфаркт и прочие опасные состояния то есть тут мы говорим уже о медицине а не столько вот а там спорте и вариабельности ритма за границей допустим я знаю компанию гексаскин она мне нравится они у них тоже футболка у них очень похожий фокус на рынок у нас фокус безопасность труда да и у них тоже фокус на безопасность труда это в первую очередь мчс пожарные службы силовые структуры то есть те самые профессии где человеческая жизнь и здоровье часто подвергается риску вот и в принципе здесь мы очень схожи а я знаю что твоих этих конкурентов да кто белорусские ребята пресса сьют а ну да у нас ними такой намечается пилотный проект ребята делают костюм который снимает много показателей в том тот самый ppg который был упомянута и кг вроде температуру тела что не только там и снимают и собственно имитируют реальность там с различными электродами там прочими механизмами вот чем iqbit например от tesla suit и отличается tesla suit пытается сделать универсальный некий костюм в котором будет максимально возможное количество сенсоров и пульс и немножко там про здоровье немножко про уровень стресса немножко газоанализаторов чтобы увидеть что происходит вокруг достаточно ли кислорода если там углекислый газ воздухе и так далее мы сначала тоже пытались идти по этому пути когда только начинались потом поняли что тема здоровья и кг настолько сложна и глубока что нужно сфокусироваться для начала здесь и мы выбрали эту стратегию и поэтому сейчас мы можем с уверенностью сказать что от tesla suit мы отличаемся тем что у нас гораздо более глубоко проработана тема здоровья и мы этим гордимся и общаемся с врачами с кардиологами это ваши проекты они являются драйверами вот этой индустрии 4.0 как вы считаете или я дима но я да безусловно чувствую очень сильно и меня это прямо вот драйвит заводит мне очень это нравится я понимаю что мы находимся что называется он dh of technology да толкаем рынок вперед так как у меня продукт b2b в первую очередь я постоянно общаюсь с крупными корпорациями с отделами инновации у них такие как сибурга спром нефти новом к там и так далее и я вижу что тот продукт который мы делаем он очень нужен рынку люди этого ждут компании этого ждут технологии на самом деле практически нет вот в этой области и у меня очень классное ощущение что мы наконец вот это сделаем принесем сюда и это заработает самом деле меня вдохновляет немножко другие вещи например космическая медицина то есть как казалось что есть такая проблема смонавтом надо быть и на пике формы когда они будут высаживаться на марс помимо ну то есть контроля состояние контроля нагрузки планирования этих тех самых тренировок которые они там делают и позволит выйти на пик форму вот оценивать как у них идет нагрузка потому что там все совсем по-другому можно я скажу у меня есть мечта вы знаете что илон маск в 2024 году хочет отправить но у людей на марс я хочу чтобы команда была футболка хоккей нет круто отлично блин а мы будем обрабатывать давайте давайте спорим по поводу того что с илоном маском произойдет взаимодействие до двадцать четвертому году я не знаю что мы доживем ли мы но я надеюсь что произойдет по поводу чего уж не горит этого потом договоримся это не за кадром остается спорим окей вы ощущаете себя все-таки предпринимателями в первую очередь или изобретателями или креаторами где вот эти грани пересечения но если брать меня то наверное я как летчик-испытатель и скажем так изобретатель себя ощущаю да мне приходится мы с разработчиками контактировать и что по рекламе искать спонсоров но благо у меня там в команде есть еще там люди которые более компетентны в этом вопросе а я в первую очередь предприниматель у меня до инновационного бизнеса был бизнес скажем так более классический ну если можно таким назвать и коммерс мой проект был прибыльным приносил хорошие деньги но отвечая на вопрос насколько предпринимателем я себя чувствую мне хочется сказать что до полной мере как ты можешь так утверждать что ты там предприниматель но это же вроде бы вот посмотри там предприниматель это другие люди другого порядка там где твои миллиарды где ты в списке в журнале ford сдать в этом нет до этого я работал в разных корпорациях по найму я постоянно чувствовал какой-то дискомфорт чувствовал что я не на своем месте сейчас я точно чувствую что я на своем месте на сто процентов что я реализуюсь и что я делаю то что я должен делать несмотря на огромное множество проблем которые возникают гораздо больше чем при работе по найму вот поэтому до предприниматель до инноватор потому что мы делаем новое до изобретатель потому что мы изобретаем и сейчас как в роли продукта унера я возглавляю команду инженеров поэтому все это вместе да но мне тесты часто показывают что моя профессия это спортивный тренер нет нет спортивный тренер ребят скажите а как ваши проекты включены вот в этот такой актуальность сейчас процесс как цифровизация спорта мы включены мы даже были недавно в рабочей группе при министерстве спорта на тему цифровизации я вообще являюсь еще членом социальных ассоции компьютерных наук спорте но тут надо понять что есть какие-то определенные проблемы при работе с госорганами да с министерством потому что опять же мы сталкиваемся с той проблемой которые говорили ранее это внедрение новых технологий это всегда немножко и так плавно двигается скажем так хотелось бы естественно мы по цифровизации того же спорта или или медицины сильно отстаём от топов но если смотреть там в разрезе по всем странам мира наверное на самом деле не так все плохо то есть где-то там посерединке мы ходим хотелось бы развиваться быстрее хотелось бы использовать более прогрессивные технологии внедрять их быстрее тестировать до чтобы государство выделяла на это какие-то целевые бюджеты это было бы все классно но пока к сожалению американцам например мы точно завидуем ну да скажем так наверное очень много спортивных заработок именно там происходит и у нас даже те разработки что есть там они не так активно у нас используется дело еще в объемах рынка то есть россия 140 миллионов человек и реальных потребителей спортивных вот таких сервисов как у ильи или телемедицинских alert систем как и кибит их на самом деле немного они все сосредоточены в крупных городах москва питер екатеринбург вот в америке там огромное население она более платежеспособна и поэтому естественно больше развивается подобных технологий стартапов даже за счет не государственных а частных денег инвестиций последние два-три года есть прям такая отчетливая тенденция по росту количества людей которые бегают даже если посмотреть на московский марафон да это так сейчас россия один из лидеров по росту бегунов ежегодно по росту три атлетов ежегодно я видел статистику я поражаюсь это очень круто что люди приобщаются к спорту вопрос как тренеру раз уж мы встретились как правильно бегать с пятки на носок или с носка вот на пятку да если посмотреть как бегут на олимпиаде да там 10 километров часть какая-то бежит нас как какая-то часть пятки илья профессиональный тренера сертифицированный адидасом а я бегу на любите интересно я пока пришел к тому что по ощущениям когда ты бежишь тебя должно создаваться некое виртуальное колесо из ног так ну да так оно есть то есть у нас не должно быть акцентом ни на какой фазе то есть максимально плавные движения тогда у тебя минимальные колебания ну ты мой максимальный как соник да и максимально экономичный бежишь и все отлично следующем выпуске подробнее поговорим с дмитрием про разработку айкью бит посмотрим собственно этот гаджет на эту футболку и узнаем почему дмитрий оставил экономические дисциплины и пришел в медтех я ксения лазебная канал бегит он тв не забывайте про лайки и комментарии обязательно все отвечу